Маткульт, привет всем! Ха-ха, Мишенька! У нас спецвыпуск очень такой прямо вот сляпанный только что, но не на коленке. Ламповый. Ламповый выпуск. Московская математическая олимпиада! Только шестая задача. Остальные я разберу. Те, которые я решил, я разберу попозже. А эту я решал пололимпиады, потому что она мне понравилась, но не добил. Но мы сейчас ее добьем с помощью Сергея Дориченко, суперучителя всех времен и народов. Только маленький намек на правильное решение, и мы ее добили. Итак, гроб с московской математической олимпиадой. Максимально маленький, но не важно, да. Условия с тебя, а решение с меня. Условия шестой задачи. Ну, во-первых, верхняя, целая верхняя часть числа х. Округление вверх, короче. Это просто минимальное целое, минимальное целое, которое больше либо равно, чем х. Вот, это понятно. Да. Теперь, доказать, что существует такое число а, вещественное, что для любого н натурального верхняя целая часть числа н, числа а в степени n, отличается отличается от ближайшего квадрата от ближайшего точного квадрата точного квадрата натурального числа х квадрата, где х принадлежит натуральным, ровно на 2. Вот так вот, и никаких гвоздей. Возможно, вверх, возможно, вниз. То есть, возможно, он больше, чем верхняя целая часть на 2, а, возможно, он меньше, чем верхняя целая часть на 2. Но вот расстояние ровно на 2. Существует ли такое а? Вот, вроде ничего не закончилось. Выглядит абсолютный гроб, но при этом выглядит очень интересно, поэтому я решил... Это офигенно! Я решил, что надо порешать задачи. На самом деле, я как начал решать, у меня сразу была куча идей. Возможно, я бы ее тоже допилил за какое-то разумное время, но потом мне стало лень, Миша подсказал. Думайте. Да, вы пока думайте. Во-первых, я могу сказать, как я пытался ее сделать, и, в принципе, что-то даже получилось. А вы в это время думайте. Ну, скажи пару слов, да, пару слов об этом. Чуть-чуть получилось. Значит, что я думал? Сначала я просто попытался что-нибудь такое посмотреть, то есть, например, написать, что а это x квадрат минус 2 минус ε, условно. Например, предположить, что условно а в квадрате это какой-нибудь y квадрат минус 2 плюс минус тот же самый ε, ну, например, чтобы было симметричнее. Как вам что-то пошуманить, всякие разные константы подбирать, но у меня ничего не вышло. Вот, затем, что я захотел сделать? Я захотел написать а как какой-нибудь степенной ряд. Ну, то же самое, допустим, даже если мы возьмем e, например, то у нас тут будет что? В e это x в степени n делить на n факториал. Ну да. Сумма по всем таким. Вот, это e. Вот, а если я напишу а как такой бесконечный ряд, условно, но при этом у него конечная сумма, ну, то есть, понятно, да. Вот, и в чем идея? Я возведу в n ту степень, и, допустим, у меня будет какая-то маленькая добавка вот тут. Ну да, да. Идея понятна. Которая такая псилом как раз. А остальные числа будут целы, и каждый раз как бы новое целое число, которое будет при домножении, оно как бы будет как-то в квадрат вкладываться. Вот. Ну, из этого тоже что-то непонятно, как это добивать, это просто как идея. Дальше я попробовал произведение какое-то, чтобы в степени возводить, где там вылезали натуральные числа. Ну, тоже какая-то фигня. Вот. Затем, уже в конце, я подумал, что у нас что происходит на самом деле. У нас для любого n, у нас а в степени n, оно должно принадлежать либо y квадрат минус 3y квадрат плюс 2, вот такому вот, минус 2, вот такому полуинтервалу, либо вот такому полуинтервалу от y квадрат плюс 1 до y квадрат плюс 2, где y это какое-то натуральное число. Вот. Ну, собственно, что я сказал? Я, собственно, и сказал, что у нас тогда его верхняя целая часть будет отличаться от квадрата на 2. Ну да. Вот. То есть нам нужно как бы найти такую последовательность полуинтервалов, что для любой степени a в степени n у нас a будет лежать в таком полуинтервале. Вот. А теперь я что делал? Я, соответственно, взял условно полуинтервал ну, например, с 5 до 6. Вот. Допустим, у нас сейчас даже так. Допустим, у нас сейчас текущий полуинтервал, он, например, от x до x плюс 1. Какой это x. Неважно какой. Тогда, если это n-я степень, n-я степень, то я сказал, что тогда его границы, как бы, при переходе в n плюс первую степень, они станут вот такого вида. Увеличиваются. Это фактически интервальная арифметика. Даже книжка есть у... Ну, это не решение, это просто то, что я писал. Границы вот эти станут вот такого вида. И нам нужно внутри вот этих вот границ найти какой-то из вот этих полуинтервалов. И тогда, если мы так сможем сделать, у нас получится как бы такая... Последовательность сжимающихся отрезков. Вкладывающихся отрезков. Ну, и как бы мы возьмем предел и найдем такой а. Но это не подробно, это просто как я думал. Вот. Я что-то написал, но я не доказал, почему оно там будет. Может, что-нибудь дадут, может, нет. Зависит. Ну, насколько я понял, там нет частичных баллов, поэтому, наверное, ничего не дадут. Ну, Мишеньке не важно было, потому что он и так есть на сервис. Да, я решил, что на ММА я пришел, чтобы порешать задачи. Там была пятая какая-то техническая. А четвертый геома. Первые три я и так решил. Да, четвертый геома, значит, я решил порешать это. Вот. Ну, а потом я встречу Сергея Александровича, он сказал мне примерно, как сделать. Но я не очень понял, а вот папа понял. Да, значит... И мы меняем формат, сейчас папа будет рассказывать решение. Значит, папа с Сергеем Александровичем учился на МИХМАТе в параллельных группах и вообще очень давно дружит. И, конечно, с полпинка понимает Сергей Александрович папа. Итак, на самом деле решение должно выглядеть так. Я не знаю, как до него догадаться, понимаете? Вот я это как бы после намека только. Согласитесь, что существует такое х, что х плюс 1 х равно, например, 10. Возьми квадратное уравнение просто. Ну, да. Ну, кто хочет, напишите квадратное уравнение, соответствующее там у квадрат. а минус 10 х плюс 1. Ой. Ой. Ха-ха-ха-ха. ха-ха-ха-ха-ха. х квадрат минус 10 х плюс 1 равно нулю, да? Вот. Вот. Но у него произведение корней единицы, а сумма корней 10. Вот и все. Значит, соответственно, существует такой х. Прекрасно. Я утверждаю, я, точнее, Сергей Александрович, утверждаю, что а равно х квадрат годится. Сейчас будем доказывать То есть это то самое число, которое предполагает условия Доказательства Во-первых, первое утверждение такое Что x в n плюс 1 делик на x в n Пусть это bn На самом деле принадлежит натуральным для любого n Почему? Потому что это симметрическая функция Симметрическая функция От x и одной x То есть, грубо говоря, есть два числа Есть число z1 и z2 Которые друг другу противоположны z1 умножить на z2 равно 1 А сумма равна 10 И тогда любая симметрическая функция от них Будет многочленом от их значений произведения и суммы То есть от 1 и 10 Будет какой-то многочлен целочисленный В который поставляется 10 и 1 То есть будет целым числом Ну, кстати, вы и по индукции можете это доказать Если вот это целое, то любое такое целое Можно по индукции доказать Значит, это первое Ну, а вторая часть Значит, это первая часть А вторая часть состоит в том Что a в степени n Равно x в степени 2n И примерно равно x в степени 2n Плюс 1 делить на x в степени 2n Причем примерно равно вниз Потому что Если так, то x, понятно, в районе 9 с лишним И 1x где-то 1 9 И вот эта вот 1x разводится в огромную степень Становится очень близко к нулю И понятно, что верхняя часть вот от этого вот числа Верхняя часть вот этого числа Как раз и будет Вот теперь я могу сказать, что верхняя часть этого числа В точности равна вот этому Но только для того, чтобы это утверждать Надо утверждать, что вот это целое, правда? То есть, что вот это число целое Потому что оно мало отличается от вот этого действительно Но у нас же, конечно, оно целое Но смотрите, это гениально Это bn квадрат минус 2 Ёкарны бабай Посмотрите bn в квадрате Это x в степени Плюс 1 на x в степени Плюс 2 2, понимаете? Вычитаем 2 Получаем как раз вот это число Оно принадлежит натуральным И все Потому что a в n вверх округляется До вот этого числа Которое равно квадрату некоторого целого Как мы доказали числа Натурального числа За вычетом 2 То есть, как раз попадает Вот bn в квадрат Вычли 2 И где-то тут очень близко к нему Как раз и сидит Наше число а в n Что и требовалось доказать Ну собственно, почему-то 2 Это потому что Если для простого случая Это, возможно, вы знаете Что 1 плюс 1 x в квадрате Это, естественно, x в квадрат Ну да Плюс 2 как раз Плюс 2 плюс 1 Плюс 1 x в квадрате И если меня спрашивали Как можно было до этого догадаться? Можно было, если вспомнить Что 2 это не случайная штука А та, которая вылезает здесь Аааа, Мишка Спасибо за супер задачу Продолжение следует...